доброго времени суток мои зрители моего канала сегодня я прямо сейчас нахожусь на одном из своих рабочих мест и которые отвечают у меня тут за ремонт оборудования вот и на этом месте вы уже догадались я веду рубрику одну из рубрик называется разбираем смотрим объясняем сегодня мы посмотрим что же внутри устройства о котором знают все но практически без исключения то есть любой человек на планете который приближен к цивилизации вот но не все видели как он устроен внутри как он работает и вообще что это за технологическое чудо вот я не побоюсь этого назвать о чем идет речь сегодня речь идет о жестком диске компьютера у меня по случаю тут есть пара тройка трофейных дисков вот они неисправны и я решил разобрать их посмотреть сам как они устроены к сожалению тоже никогда не было такого момента в силу того что жесткий диск является такой достаточно дефицитной вещью и таинственной в основном то есть когда он работает вы его не замечаете у вас все хорошо собственно когда он сломался и специалистам сказал что все уже можно выбросить вы ходите его носите носите а потом просто куда-то девается уж куда не девается я не знаю но скорее все просто выбрасываются или там теряются где-то вот такая тема сейчас мы есть уникальная возможность просто заглянуть во внутрь ну и я как бы смотрел долго хотел просто открыть ну и показать там по пальцам ткнуть вот вот типа разобрал на самом деле мне стало интересно и я кое-что подчерпнул почитал но я не вижу смысла детализировать там очень большой объем информации и в рамках моей передачи он не мы не сможем поэтому ограничимся простыми краткими объяснениями ну что начнем вот он лежит у меня и что из себя он представляет я хочу показать сразу значит состоит он из трех больших частей это собственно такая платформа непонятно из сплава ну тут все такое непростое сплавать вот потом так называемая гермозона то есть герметичная зона в которой но я так называют на самом деле там нет вакуума возможно закачан азот или там какой-то инертный газ или просто воздух высушенный но подготовлены факт то что это не атмосфера то есть вот так вот то есть внутри там все определено вот и третья часть это электронная начинка которая находится снаружи значит здесь находится везде как бы так объяснить по простому значит здесь находится вот эти вот микросхемы мощные управляют двигателем двигателем и головкой то есть записывать и считывать информацию на диск и здесь же находится некая память которая используется ну как бы кэш короче который который сюда загружает промежуточная память ну и понятно что соединение с внешним миром это вот стандартный разъем такой вот простой он переливается вот так вот так вот он сделан все ну и стандартное питание вот это мы знаем все это стандартная шина для подключения компьютеру все теперь что я сделал я выкрутил все болтики и основная была проблема раньше я вот как-то много раз встречал эти диски ноги никогда их не разбирал потому что у них вечно отвертки такой нету ну то есть у них фигурные специально сделаны отверточки что к российским к нашим крестовым отверткам они не подходит короче раскрутил сейчас мы открываем это чудо я вам скажу это без преувеличения чудесная посмотрите как он выглядит выглядит он замечательно просто с точки зрения видите круто просто с точки зрения простого человека такое ощущение вот как будто вы какую-то инопланетную инопланетную штуку держите в руках вот эти оптические разные феномены которые происходят это связано с тем что вот этот диск он создан из специальных сплавов феромагнитных и у него уникальная частота полировки то есть он так заполирован вот ну идеально просто цифры не буду никакие называть но там один нанометр то есть это микроскопическая величина ограничимся чем как эта штука работает вот здесь вот вот эти вот вот эти вот штуки вот они и кто тут ну тут их три стоит я уж не знаю почему но 2 скорее 2 будет 2 или 3 2 значит одна записывающая и другая считывающая здесь вот стоит управление микросхема и вот этот вот вот эта сборочка это управление мотором то есть есть мотор так называемого шпинделя то есть вот он заклинил но вот он вот так вот крутится скрутится он с огромной скоростью на самом деле и поток набегающий вот сюда вот вот здесь вот поток воздуха достигает 160 миль в час ну то есть это сколько там километров 200 короче или 300 он бежит здесь вот он бежит со страшной скоростью но вот такие движения делает там когда вы слышите когда он разгоняется вот видите чик вот так вот он работает но фигурально здесь он записывает единички и нолики то есть он в одном месте намагничивает в другом размагничивает и вот и в зависимости вот тут это пластины имеют тоже разные конструкции бывает как вот грамм пластинка той дорожки цилиндрические здесь и вот эти пакеты ноликов и единичек записывают вот это на этот диск ну а дальше там уже такая больше инженерная история то есть какая плотность как история развития этого жесткого диска значит что здесь здесь уникальный уникальный мотор находится ветер так вот он двигается этот крутится непрерывно здесь вот а вот этот считывает это все управляем со вот этой вот вот этими платами ну тут видно что вот он переходит видно как соединяет то есть логически это вот так выглядит и все что интересного еще здесь так как огромная скорость воздуха и здесь микроскопические высоты вот ну как бы объяснить микроскопическое расстояние между головками когда он несется со страшной силой набегающий воздух конструкция сделан таким образом что он как бы буфер ну к возвращает назад если вдруг чуть-чуть отклоняется он по высоте то он специальное устройство его возвращает назад вот что еще я его весь жирными руками по уделал казалось бы у меня руки были чистые но видно то есть она вот идеально чисто все покрылась жирными в этими пятнышками хотя руки были помытые чистые но такие технологии значит что еще интересного скорость большая тут бежит все и вот здесь интересные есть устройство интересное внутри корпуса вот это вот слышно там мешочек внутри да внутри как крупа вот этот мешочек это силикагель вот силикагель который нам дает как будто объяснить он высушивает воздух вот высушивает воздух а вот здесь вот это вот микроскопическая бумажка которую казалось бы что эта бумажка вот вот это вот эта бумажка она на самом деле представляет собой фильтр которые музыка или даже как бы это не фильтр короче типа щеточки он сдувает пыль или набирает сюда пыль такой он не жесткий но и не бумажка то есть это как какой-то очень интересный тип лось типа тончайший стекло ткани он откидывает видать любая пылинка которая может сюда попасть может разрушить при такой скорости вращение может нанести вред поэтому вот эти две два устройства они между собой но они нужны вот вот такая вот с одной стороны нехитрая вот когда смотришь на это все нехитрое устройство но с другой стороны это уникальная вещь и она распространена по всей планете без исключения везде есть компьютеры у него конечно есть вот свои недостатки со временем мотор этот изнашивается но как не за полгода допустим там десяток лет прошло ли там десятки лет проходит там 10-15 лет и не знаю ну зависимости от интенсивности поэтому старый старые жесткие диски когда-то вам говорят о да он рабочий ништяк он может быть сам диск целый вот этот диск а мотор изношен и это очень сильно влияет на компьютер на скорость работы вот такая вот вещь интересная еще хотел вам похвастаться совершенно недавно вот попалась мне в руки вот это тоже трофейный диск вы можете посмотреть разницу видите какой толщины здесь всего 21 вы даже не поверите 21 мегабайт памяти всего вот здесь это вот это огромная вот этот огромный жесткий диск два раза толще вы видите вот обладает совершенно маленькими показателями но не стоит судить строго потому что вот это снято с компьютера который который не знал что такое винда и вообще не знал ничего это мс-дос и не знал ничего то есть это ему примерно 30 лет это первый раритет но один из первых таких когда были дискеты когда дискета один мегабайт это было круто просто круто там полтора мегабайта и к нему шел вот такой жесткий диск но интересно теперь эта история суда даже не то что картинка суда текст не загрузится вот еще бы я хотел сказать такую вещь при все ближе как бы к концу нашей передачи на на сегодняшний день постепенно постепенно все заменяется сессии как они там сессии диски короче жесткими дисками которых нет крутящихся частей вообще то есть по факту сейчас выпускают такие большие флешки которых емкость составляет там 120 гигабайт 240 но из того что я видел в наличии продают вот на на сегодняшний день там розничная цена 120 гигабайтные флешки составляет примерно 2000 рублей но и все постепенно будет дешеветь дешеветь уплотняться пока распространение жестких дисков твердотельных ограничено только их большой ценой как бы ну так заявляют по крайней мере производители а и пока на сегодняшний день это вот текущего сегодняшний день это начало двадцать первого века 2020 год если вдруг уже ограничено только вот как бы объяснить вот они еще будут держаться вот эти жесткие диски будут держаться все будет работать но постепенно особенно это будет касаться знаете чего вот эти диски еще уступает по производительности так как там полностью идет опрос электронный он намного быстрее чем моторчик но вы поняли мотор чем вот этот вот мотор он намного быстрее работает вот этот твердотельный чем вот этот поэтому их сейчас стали производитель стал применять так что в диске c где установлены программы и программное все обеспечение компьютера предлагается устанавливать 120 или 240 гигабайтные жесткие диски которые без крутения без крутящихся деталей а там где нужно просто копить информацию ставьте обычный диск больше как бы на сегодняшний день на последний там год два три я не знаю изменений в компьютерах не произошло никаких поэтому пользуйтесь своими старыми компьютерами ничего страшного здесь не будет ccd-шные диски твердотельные вот эти вот флешки флешки я их называю все равно это флешка просто большая вот она позволяет просто быстро переключать программы то есть одну программу закрыли на диске c другую открыли или там пять штук открыли всяких программ вот оперативность это единственный козырь если вы используете видеонаблюдение там еще что-то когда одна программа запущена и просто собираются какие-то данные ну типа вот видеонаблюдение или чего-то тогда и простой диск вот этот еще пока послужит но все друзья всем пока до новых встреч хорошего настроения